В день главного праздника всех православных христиан Рождества Христова во всех храмах Северского района прошли божественные рождественские литургии. Свято-Троицкий храм Станицы Ставропольской, Смоленская в честь Казанской иконы Божией Матери, Станицы Северская в честь Святого Спиридона Тремифунского посетил с визитом глава муниципального образования Северский район Адам Джарим. Он обратился ко всем молящимся гражданам Отечества с поздравлениями. С рождением Христа мир озарил новый свет. Свет добра, свет любви, свет взаимопонимания. Я хочу поздравить всех жителей нашего района с этим прекрасным праздником. Я несколько ранее всех сегодня, кто пришел сюда, отдать свой долг служению Богу. И просил бы, чтобы не только в праздничные дни, а всегда мы помнили о Боге. Жили с Богом в душе, с любовью в сердце. Уважали друг друга, ценили, любили друг друга. Чтобы был мир на земле. А ночное небо, как Божья благодать, озарили залпы праздничного салюта. Настоятель храма Спиридона Тремякунского, отец Максим, зачитал в пастре рождественское послание Патриарха Московского и Сея Руси Кирилла. Рождественское послание Патриарха Московского и Сея Руси Кирилла, архипастерям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви. Возлюбленная Господь, архипастеря, всечестные пресвитеры, диаконы, боголюбивые инокини, инокини, дорогие братья и сестры. Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова, праздником рождения по плоти от Духа, Святого и Пречистой Девы Марии, Господа и Спасителя нашего и Иисуса Христа. Ныне мы призываем всех людей вместе с Церковью прославить Творца и Создателя словами «Пойте, Господи, вся земля!» Подтверждение сказанного церковные хоры в эту святую ночь исполняли рождественские песнопения во славу родившегося Спасителя. «Благословите, Господа, седела Его, вся комитета, благослови души, Господа, и святой Девы Марии, святой Девы Марии». Постановлением правительства Российской Федерации утверждены изменения в правилах противопожарного режима. Чтобы получить более подробную информацию, ТРК «Атаман» встретился с начальником отделения надзорной деятельности по Северскому району Владимиром Комаровым. Особое внимание в данных изменениях уделено содержанию земельных участков независимо от прав собственности, права обладания, землепользования, там находится оно в аренде, либо просто находится в собственности. Данные изменения обязывают постоянно содержать территорию в чистом состоянии, то есть очищать от мусора и от сухой растительности. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность как физических, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Штрафные санкции варьируются от 2000 до 200 тысяч в отношении юридических лиц, а при введении особого противопожарного режима на территории данные меры усиливаются практически в два раза. В 2017 году пожарные Северского района выезжали на вызовы 347 раз. В пожарах погибло три и получило травмы четыре человека. За время новогодних каникул 2018 года пожарные совершили четыре выезда по факту возгораний. В огне никто не пострадал. В связи с наступлением холодов пожарная инспекция Северского района обращается ко всем жителям о соблюдении мер противопожарной безопасности. Хотел бы обратить внимание на содержание отопительных печей на различных видах топлива. То есть это дровяные печи, это на жидком топливе, газовое топливо, а также применение электронагревательных приборов. Каждый год необходимо проводить техническое обслуживание этих отопительных приборов, следить за его эксплуатацией. И также при выявлении каких-то неполадок рекомендую настоятельно привлекать для устранения их только специалистов. Январь месяц богатый на праздники. В эти дни свой двойной юбилей отмечает известный в Северском районе и за его пределами поэт, руководитель литературного объединения «Гармония» Юрий Хомалинский. Свои первые стихи Юрий Андреевич написал еще в школьные годы в Азербайджане. Будучи студентом Таганрогского радиотехнического института, погружается в литературно-творческую атмосферу того времени, печатается в местных изданиях. Воле у судьбы переезжает в станицу Северскую, где знакомится со своей супругой Ниной Хомалинской. С этих пор она становится для него первым почитателем таланта, редактором и критиком. Я люблю его стихи, я очень часто перечитываю их. Как он напишет какое стихотворение, он идет ко мне в первую очередь, читает новое стихотворение, а я потом говорю ему, нравится мне или не нравится. Стихи Юрия Хомалинского печатаются в районной газете. Вслед за этим в союзе писателей выходит книга от лирического до смешного. Среди многочисленных наград разного уровня есть и такая. Номинант всероссийского конкурса «Поэт года». В творчестве поэта преобладает философская лирика, но есть и произведения других жанров. На сегодняшний день Юрий Андреевич является руководителем литературного объединения «Гармония». Планы на будущее в этом направлении обширные, но в первую очередь... Это прежде всего учиться, как говорил Лен, учиться, 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 учиться. Потому что очень много в этом деле. Кажется, талант есть и больше ничего не нужно. Нет, нужно обязательно к таланту еще учиться, назнать теорию. В общем, планов много, работы много, работа интересная. В главном работе объединения его руководитель считает возможность обмениваться опытом с коллегами по цеху и встречаться со слушателем и читателями. Юбилей – это всегда время подведения итогов и построения планов на будущее. И лучше всего об этом скажут поэтические строки автора. Сток сена, вдалеке прозрачный лес, К туману прислонен поклонный крест, Мальчишка мчит по снегу со всех ног, И над всем этим русский дух и Бог. Большое небо, а под небом мы. Так бесконечно далеко от той зимы. Вот и наступил Новый год. Год новых событий и свершений, которые ждут своего часа, чтобы заявить о себе громко и ярко. В 2018 году свою работу в полном объеме начинает телерадиокомпания «Атаман». Мы вышли на улицы райцентра, чтобы узнать, что же ждут от нашего «Атамана» большие и маленькие жители района. Новости, погоду, отдыхающие, фильмы какие-нибудь, чтобы можно было посидеть, просто расслабиться, отдохнуть, посмотреть. Было бы интересно больше узнать о жизни района, о жизни северской, чтобы детских программ было побольше, для детей развивающих. Было бы интересно. Детские новости. Как играют взрослые ворьбол и дети ворьбол играют. Конечно, хотелось бы, чтобы для всех возрастов, категории возрастных, это и для детей, и для молодежи, и, конечно, старшего поколения. И музыкальные программы были бы интересны нам. Это и анонс программ в различных областях жизни нашей станицы. Именно о нашей станице и о нашем районе. А я хотела бы пожелать новому телевидению «Атаман», чтобы ярче освещались проблемы, возникающие у нас в станице и в нашем районе. Проблемы простых людей, граждан, такие как дороги, газификация. Также хотелось больше, чтобы поднимались темы культуры. Звучали анонсы предстоящих мероприятий. И, думаю, наша жизнь от этого станет лучше и веселее с появлением телевидения «Атаман». У «Атамана» большие планы на будущее. И нам важно мнение каждого из вас. Выхода в эфир ждут новые интересные проекты. И мы уверены, что каждый наш зритель найдет для себя передачу по интересам. Следите за эфиром и анонсами. Смотрите и слушайте нас на больших и малых экранах. Ищите нас в сети интернет. Пишите, звоните. Нам и вместе мы сделаем канал интересным и увлекательным. Субтитры создавал DimaTorzok